как не все сдохли как как это так вы чё там бронебойные что ли а ну остальные попадали красиво все страйк тупо страйк можно нести награду я я победил я победил нормально красиво кто там телепается алё оп ёп твою мать какой нервный парниш попался а здравствуйте дорогие зрители и подписчики моего канала меня зовут найт гвард ну что ж ребята продолжаем собственно реоперацию янтарное масло номер два и у нас так сказать сейчас на подходе а разбор с нашим компьютером нам сказали что собственно я могут починить а местные ученые да то есть если мы им принесем некоторые детальки и поэтому сейчас мы за ним пойдем единственный минус так сказать в нашем пути это мы сейчас чуть-чуть от него отклонимся потому что на то есть одна очень существенная причина которую сейчас надо бы посмотреть вот просто надо так ребята значит а я скидываю вам тихо тихо чё началось то блять не кипишу им здорово привет это тоже помашу рукой вот я даже пятюня дам так укрепленный костюм наемников скидываю мосинку тоже пока скидываю так было лично так сказать общим собранием так тихо 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 не забираем это все моё под личным присмотром а кругляша и собственно как тебя зовут то подожди гена зябки вот зябки и кругляш не дай бог кто-то укрыт ребят но я не знаю я приду просто по отрубаю вам пальцы вот конкретно по одному пальчику кухонным ножом старым ржавым чтоб сука вот не с первого удара отрубался все поняли молодцы на ваш совести будет так ребята куда чеснок я уже в этом месте был его нужно проверить еще раз потому что меня нашептала так сказать контрразведка что здесь один комплекс интересный перед выходом на территорию собственно это мертвого города это же мертвый город переход до вот тут где то есть комплекс так сказать потаенный в нем короче там много всего интересненького есть так сказать это много чего интересненько начаться смотреть, да, то есть мы там сейчас одну вещь осмотрим, и потом тогда, так сказать, постараемся одну вещь провернуть, но это будет что-то попозже. Так, ладно, побегли. Очень главное не разбиться. Вроде бы с весом все хорошо, убери, наверное, пока эсерку, поставь молотилку, захерач патроны, все по феншую, это убери, это поставь, и все, красиво разобрались, да? Ничего лишнего у нас. У нас там какие-то индикаторы по на карте пона вылазили, там вот что это такое? Олег Рагов. Тихо, 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 тихо. Олег Рагов какой-то, Рагов Олег. Здесь у нас что? Здесь у нас провода. Находится рядышком с потерянной винтовкой. Какая потерянная винтовка? А-а-а! Олежа! Ёлки! Олежа, Олежа, Олежа. Все, ребята, я, походу, понял, о чем речь идет? Или нет? Подождите. Или не понял? Нет, вообще не понимаю. Стоп, нам вроде бы заказывали принести... Так, погоди! Вот, экспериментальный костюм принести, потом костюм наемников, артефакты. Что за потерянная винтовка? Я в душе не чаю, ребята. Ладно, потом разберемся. Да что ты бежишь, сука, за мной? Что я тебе сделал, падла? Успокойся. Так, вот он, ребята, этот комплекс. Сейчас мы его осмотрим по красивым, по быстрому. И тогда пойдем дальше. Нам еще в подземку спускаться с ориентарской для того, чтобы пробраться на те территории. Так, ладненько. В окошечко давай. А, стоп, не то окно. Не то, не то, не то, не то, не то, не то. Сейчас, сейчас, секунду. Вот, вот, в это окошко. Аккуратно, аккуратно. Да, ох, ёпт, вот здесь пси-зона херачит. На полную. Где мои таблетки от псишки? Быстро. А, нету, ёпт, твою мать. Аккуратненько вдоль стеночки идем с болтом в руках. Так, 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 да. На месте, на месте. Забрали и валим отсюда. Валим, валим. Как, бляха, выйти так, чтобы не сдумали три паномалии. Тихо, тихо. Оп, пролез с первого раза. Давай, давай, давай. Да давай ты, блядь, вылазь. Это же то, что я думаю. Да. Ух. Ребята, заиграла жизня, так сказать, новыми красками. Я, собственно, за этим-то сюда и шел. Это защитный костюм ССП-99М. Таких вообще в зоне крайне мало. То есть, это чистый ССПшник, который защищает нас от, собственно говоря, этих. От аномальных всяких полей. Но при всем при этом, в него, наконец-таки, встроена система защиты от пулевых ранений от мутантов. Небольшая, но встроена. Сука, ну давай. Вот, я не хотел. Я ее не трогал. Так сказать, ко мне претензии нулевые. Блях, ну вы что, издеваетесь, что ли? Ну, ребят, ну, ну, елки-пады. Ну, что я вам сделал? Это не я убивал. Как бы это зона. Тут, по-моему, выброс был. Что-то такое. Тут вообще два на два драка было. Два таких кабана против двух таких кабанов. Типа, кто сильнее? Красный или черный? Победили, походу, победила дружба. Скорее всего. Так. Давайте сейчас прочтем, прав ли я носитель на этого костюма. Что там бежит, я же слышу. О, сука, идет. Костюмчик, давайте осмотрим. Статы просто, статы тут вообще можно не смотреть. Да, есть взрывоустойчивость, есть удароустойчивость, есть, собственно говоря, брони на голову, на туловище. Ёлки-палки, ребят, это конфета. Ценник, даже без прокачки, 28 косарей. Высококачественный модифицированный комбез ССП-95М. Добавлено защитой торса от пулевого сколочного повреждения, предназначен для экипировки охраны. Охраны наушных экспедиций, ребята. Эффективная защита от радиации, биологической аномалии, стоек, химик... Пиздец, короче, просто. Все, я сейчас готов поглощать в себя любые нуклиды, которые здесь есть в этой гребаной зоне. Впитаю все как губка. Просто, видите, ребят, у меня просто по кличке, я не знаю, кровавый спанчбоб. Слушайте, неплохо звучит. Кровавый спанч. Спанч киллет. Так, сейчас самое главное разобраться с тем, насколько хорошо может его круглик прокачать. Потому что, насколько я знаю, у ССПшника тяжелые, большие проблемы с работой с весом. Ё-моё. 56 килограмм он тащит на себе. Это прям сильно бьет, так сказать, по мне. Я не смогу даже носить даже трех видов орудий. А я уже привык к тому, что есть дробаш, автоматы, снопа. Блин, пожалуйста, круглик, не расстраивай меня, слышишь, дружище. Просто не расстраивай меня. У меня тут целые операции наклевываются. Вот как бы, видишь, какая проблема. Прям так, не украли, да? А где Мосинка? Ах ты, сучка грязная. Гена зябкий. Вот же подлюка-то дедовскую-то берданочку забрал с себя. Ну, хотя, знаете ли, может, с другой стороны так и будет лучше. Типа, знаете, целости и сохранности. Да, давай, покажи мне. Ещё расскажи, типа, какая она хорошая. Что в ней улучшено. Бляха, это я всё делал, ты понял? Ладно, я подарю тебе её. Я тебе её подарю, так сказать, чтобы ты охранял мой костюм. Но если ты его, и ещё и его подымешь с полу. Вот я тебя, сука, вот тут положу аккуратно, как коврик, знаешь, вот делают люди, делали в Средневековье, вот коврик из животных, блядь, там, в всяком помещении, там, вот в этих вот князья всякие. Вот, тупо из шкуры такая херня, на которой можно было ложиться со своей женщиной и целоваться с ней, да, под луной, возле камина. Вот, то же самое сделаю с тобой, понятно? Всё, молодец. Просто забрал Мосинку. Но она мне пока что-то не нужна, на самом деле. Если будет нужна, то я его убью. Заберу себе обратно её. Как-то так. Так, ладно, Круглик. О, кстати, у Круглика такая же, такой же костюмчик. У нас, наверное, таких двое в зоне. А, дружище. О, может прокачать. Так, пошли, ребята, растраты. Понеслась. Ударостойкость. Давай. Восстановление сил. Херач. Химозу. Давай. Ещё химозу. Давай. Так, переносимый вес 10 килограмм. Бляха. Не делай такую модификацию. Ну как не делаешь-то, дружище? Как так-то? Как это не делаешь-то? В смысле не делаешь? Слышь, ты совсем не делаешь, что ли? Братан, ты чё? Зачем режешь-то, слышишь? Просто по сердцу. Не то, что ножом. Бензопилой, бля, просто хуярит. Братан. Тут есть дальше проход. Чё? Ээээ... Можно врубить комп? Куда я попал, ребята? Тихо, тихо. Чё за секретные комнаты? Текст. Подробная информация со всеми необходимыми чертежами и модификациями для костюма, позволяющими улучшить или добавить системы свертывания крови. Что? Скачать, блядь, немедля. Ребята, куда я зашёл? Так, эти фотки я уже видел. Чей это комп? По всему, искатели что-то нашли в бывшем здании института Агропром. А, это я уже слышал. У вас чё, общая база, что ли на все компы стоит? Так, это конфиги. Ищем текстэшники ещё. МП-3шка, а сон доктора. Доктора мы уже видали. Он вроде ушёл куда-то там, непонятно куда. Подсоединения к интернету у нас нету. Мы сейчас чё только что скачали-то? Еда. Ээээ... Ты ничего не видел. Если это сейчас прокачка моего костюма до конца, именно вот этого... Слушайте, а давайте сейчас прочтём. Чё мы там нашли? Это ж вроде как всё у нас записывается. Насколько я помню. Скаченные операции. Нет, не то. Не то, не то, не то. Обычно прокачки у нас идут в общий список. Вот, система заживления ран. Так для какого костюма-то? Так, ладно, один дурак. Слышишь, дружище, мне сейчас нужно, знаешь, что купить у тебя? Опа, появился спасик. 30 тысяч рублей. Нет, мне нужны вот эти штучки, да. По 2700. Ну, одну, наверное, стоит купить себе пока что, для того, чтобы нормально побегать. У меня есть одна идейка, так сказать, лютейшая. Сейчас попытаюсь её провернуть. Не знаю, насколько это возможно будет сделать, но у нас есть отец Диадор, и у нас есть инструмент для тонкой работы. То есть, в принципе, второй ряд улучшений обычно это... То есть, первый ряд это трудно, так сказать, грубая работа, потом тонкая, потом калибровка. И типа есть варик, что если мы сейчас прокачали первый ряд, то мы отдаём тонкую работу Диадору, и он нам прокачивает второй ряд. Там у нас дополнительный вес, плюс 10 килограмм, и всё. Это идеальный костюм. Я, в принципе, становлюсь непобедимым убийцей. Так, а что мы за прокачку-то получили какую-то? Нет ни в одном костюме. Это система остановки заживления ран. Типа, я вообще не понимаю, о чём речь идёт. А, может быть, это она? Да, 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 да. Видите, теперь пишется, что не то, что техник не делает такую модификацию, а то, что нужны предшествующие улучшения. И он сделает, так сказать, вот эту вот штучку. Так, стоп. Ты хочешь сказать, что если сейчас я вкачаю второй ряд у Диадора, я вернусь с тебя обратно, ты мне вообще из костюма сделаешь ультрабомбу? Блядь, ребята, во что мы вообще вписались? Я сейчас, походу, все бабки просрыл, слушайте. Я вляпался в какую-то, походу, непонятную вещь. Я сейчас просто прокачаюсь настолько, что я херею. Я жаловался, так сказать, целую неделю на то, что у меня костюм дерьмо, то есть долговская. Он неплохой костюм, но он громоздкий. 8 килограмм, статы не сильно крутые. Мутантов здесь не особо много. Здесь, в принципе, с мутантами разговор короткий. Ты либо его побеждаешь, либо мутанты ломают тебя. Всё максимально, сука, просто. И поэтому, как-то, знаете ли, не приходилось даже с ними запариваться. Так, где там вот этот парень у нас находится? Где-то здесь, да? Олег Рагов. Ну, пойдём посмотрим, что за Олег там. Выпей, наверное, сейчас этого. Да, вот этой штучки. Сейчас немножко побегаем, так сказать. Но надо сейчас тогда к Диадору бежать. У меня по деньгам-то всё хорошо, 67 тысяч ещё осталось. Здесь, в принципе, бабки варятся не особо-то сложно. То есть, продаёшь, покупаешь, покупаешь, продаёшь. Так, опа, какой-то склад местный нашли. Здрасте, побинтик. Интересно. И больше, походу, нихера нет, да? Ясненько. А здесь проход есть? О, здесь есть проходик, слушайте. Аномалии кругом пищат. Но с моим детектором, который позволяет увидеть вообще все аномалии, так сказать, за километр, это полная херня. Опа, винтовочка. Что за винтовочка? Обычный ЛР-300. Ну, продать можно, на самом деле, для бабок. Что-то, походу, бабки-то начали потихонечку уходить, поэтому есть смысл, наверное, даже сейчас что-то заиметь себе. Потому что, как бы, расходы-то есть. Так, а где парень-то, подождите? А парня-то и нету, походу. Он что, снизу, что ли, находится? Оп, это что было? Вторые инструменты для тонкой работы? Вот те, нате! То найти не мог ни одной, то херок. Бляха, здесь радиация прет. Ты хоть жопа ешь, ты сотри. Ёлки-палки. Охренеть просто можно. А он что, где-то снизу находится? Блин! Каков шанс того, что сейчас перепрыгну забор, ребята? Мне очень это нужно сделать. Пожалуйста, братан, соберись. Блядь, почти, сейчас. Сейчас, ребята. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Поплыли, поплыли мои глазоньки! Погоди, погоди, не умирай! Так-так-так-так-так-так. Просто не хочу спускаться. Бля, сейчас походу откинусь, ребят. Сейчас походу откинусь. Оп! Молодец! Блин, ну как же я мог так облажать. Здрасте. Олег Рагов. Вот, верно, собственно, его и нашел. Я же, она поделилась. Что у тебя за проблема? Слушайте, я вообще не знал, что этот парень здесь. И кто он такой? Эй, брат, мне нужна помощь! Я искал артефакты и вдруг понял, что нахожусь прямо в середине логов Кровососов. Я так испугался, блин. Просто как можно было искать артефакты и только на середине логово понять, что ты в логове Кровососов? Я что-то не понимаю просто. На середине. То есть он никак бы не заметил их изначально, а вот как бы шел, 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 тут херак, и он как бы находится в центре. Блять. Ох, что тебе новички. Новичок на Интере, ну просто, ну как, братан, дружище, не знаю, типчик. Как ты вообще с тобой попал? Новичок, вообще просто зеленый, максимально. Ну, посмотрите на это лицо. О, вот это вот испачканное, это не после там какой-то баталии, не знаю, это вот это, мне кажется, он просто упал лицом, так сказать, в грязь и потом плакал долго. Ах, я так испугался. Они начали гнаться за мной, и я вернул свою пушку, когда убегал. Никогда больше туда не вернусь. Брат, не могу бы ты спуститься в подземку и вернуть мою пушку? Эээ, Кровососы? Много их там? Ох, шесть, кажется. Черт, ладно, но раз я иду рисковать своей шкурой, то тебе придется хорошенько раскошелиться. Конечно, брат. Ох, стой, есть у меня одна вещица, я понял из мертвого тела ученого недалеко от подземки. Это похоже на какой-то подавитель запаха. Может, если ты используешь его, Кровососы не будут нападать на тебя, ну, по крайней мере, пока ты начнешь палить в них. У меня не было времени проведать эту штуку, не знаю, как долго она будет работать, так что думаете, стоит прибежаться. Да нет, ставь себе эту страницу, на самом деле, нахер она не нужна, я и так все сделаю. Шесть Кровососцев, у меня молотилка, заодно, так сказать, испытаю, насколько она хорошо работает. Кстати, у тебя как по деньгам, слышишь, новичок, у тебя деньги какие-нибудь есть? Семнадцать тысяч рублей, нихрена, новички сейчас пошли-то. За тысячу двести забирай. Так, что у меня здесь еще есть на продаже? Да мы и гранаты. Это я пока, наверное, себе остался. Хотя, хер, ими пользоваться, забирай одну. Одну точно. И Массандру, на, братан, бухни. Кстати, патроны с Мосеньки. Да, тоже, до свидания. Не нужно мне, так сказать, сейчас перегруз так большой. Так, отлично, так сказать, с этим парнем разобрались. Сейчас надо посмотреть на карту, что у нас там получается. Где эту пушку-то искать? А, так это и была та точка, потерянная винтовка. Какого хрена она у меня отображалась на карте до тех пор, пока я не поговорил с этим парнем? Я предвидел то, что он мне даст задание. Нихрена сия экстрасенс. Собственно, ребята, в пятой категории. Сейчас там чисто вот один очень важный вопрос. Там вход-то какой? С какой стороны там вход-то? Вот, слушайте. Я могу туда попасть через вот эту верхотуру? Я сейчас придется идти через низ. Просто мне бы до отца Диадора добраться как-нибудь с какими-нибудь окольными путями, блин. И только потом спускаться вниз туда. Вот черт его знает. Потому что бегая туда-сюда обратно, было бы прям очень даже впадло. Или там все-таки можно как-то спуститься? Вот там должен быть какой-то вход. Но, блин, на этом сраном комплексе, мне кажется, блин, вояк просто целая гора. Вот хер его знает. Он просто очень хочется с ним костюмчиком походить. Он же годный просто. К этому не прикопаться никак. Ноль патронов. Воу. Ноль патронов насильно. Так, ладно, сначала давайте сходим, найдем винтовку этого засранца. Так сказать, найдем провода этого... Как его, господи? Сахарыча. Потому что после будем заниматься всякими прокачками. Если я прав в своей теории, то по итогу я сейчас заполучу один из самых сильных костюмов, собственно, во всей ЧЗО. А можно картинку? Спасибо. Нихера не было видно. То есть прокачанный защитный ССПшник, это не то, что жесть, это просто грязь. Это настолько грязная грязь, что даже, ребят, нечего сказать. Кстати, бегаем мы даже сейчас неплохо. Но в этом плане, конечно, респект этому костюму долговскому. Патричит он себе немало вещей, хотя он сам ультрамного весит. Ультрамного весит просто. Почти 9 килограмм это... Непростительно много, на самом деле, такого костюма. У него очень маленький функцион... Опа! У него очень слабый функционал, то есть это защитная срань от мутантов. И она, по сути, сделана очень примитивно. То есть она сделана на основе, так сказать, больших плит, которые защищают меня от всего. Для тех, кто не в курсе, не пытайтесь спасти тёмные дочины. Может, военных там недавно обосновались? А это я и так знаю, что там много военных. Что мы нашли? Один из вариантов огрызка. Зелёный паразит. Получено во входе трансмутации. Ученые уверены, что даже это можно использовать как компонент для трансмутации. Однако приемового средства обычно не было. Требуются эксперименты. Ага! Требуются эксперименты. У меня трансмутатор не работает по какой-то странной причине, которую я, на самом деле, понять не могу. Но это ладно. Это мелочь, это неважно. Блин, кончилось действие моего потрясающего, собственно говоря, Геркулеса. Сейчас придется идти пешкарём очень долго. А там у этих тварей целая гора. Блин, у меня ещё целая гора артефактов, которые я по какой-то непонятной причине боюсь продавать. Вдруг кому-то потом будет нужно... Ну, по факту, если сейчас не будет хватать денег на прокачку костюма, я продам вообще всё. Блядь, здесь радиация прёт, вообще охереть можно. Просто, может, убрать один из этих, один из разрядов. Да-да-да. Чтобы радиация нормально понижалась. Вообще не помогает! Ёлки-палки. Жри протектор, братан. Жри просто протектор. Охереть можно. Ну и катакомбочки у вас здесь, ребята. Ну и катакомбочки. Фонь такая, что просто... Опа! Нейтральный парниша на территории базы. Опа! И прям рикнул ещё враг. Но то, что там врагов целая гора, это я и так видел. Там военных просто хоть жопа ешь. Это я в курсе. А то, что там есть какой-то парень нейтральный, скорее всего, в плену держит кого-то пацана. Но мне сейчас нет до этого парня. Так, батарейщик где мой? Блин, столько всего. О! Детектор аномалии лучный. Я тоже не продал ещё, слушайте. Блин, столько дел не сделал, что просто охереть можно. Что-то какая-то, не знаю, расхлябанность появилась. Как-то всё слишком легко начало идти в гору. На этом янтаре всё что-то пошло-пошло. Я прям дорвался до него, знаете. Я хотел проникнуть на янтарь давно, и что-то, походу, проник. Единственный косяк, что вот не работает трансмутация. Я бы как-нибудь постарался эти артефакты изолировать от минуса еды, потому что это просто песец какой-то, то, что еда уходит в минус. Невозможно, на самом деле. А, ну я вижу уже катушка с проводами. Так, две двери. Два захода. Ну, одна, скорее всего, куда-то на территорию базы военных. Туда даже подниматься, наверное, не буду. А вторая, я так понимаю, нужна я сейчас туда, к сосям, да? Да, именно она. Я сейчас не понял, это что было. Ты меня в животе заурчала, или... Кровососы так не делают. Не надо мне сказки рассказывать. Так, ну вот сосы, я вижу, да. Ребят, а что, кипиш будет, нет? О, о, о! Движуха пошла, пошла, пошла. Узкое пространство, готов работать. Есть, минус первый. Еще? Есть, еще. А где остальные? Что-то один, что ли, все, у тебя нет друзей. Опа, а вот и брат его. Ребят, ребят, ну вы что? Эта штука взрывается, интересно, или нет? Хер его знает, взрывается она или нет. Эм, в смысле нет. Ну, в смысле, красный же баллон. Ну, это же, как бы, знак того, что она должна взорваться. Так, куда они убежали? Здравствуйте. Опа, 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 опа. Так, в семье есть горнолаз. Три цаха, плюс там еще накинуты проценты. Разрывостойчивость сорокет. Разрывостойчивость тридцать три. Ну, это просто непробиваемая страна, не знаю. Долговцы, походу, из-за этого-то им тентов-то херачат так легко и, так сказать, безбрежно. Они просто не чувствуют... Тихо-тихо. А, вот. Ни хера, у него гроза была? Спокойно! Сука! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да что б тебя, падла! В таких ситуациях даже костюм не поможет, блин! Сука! Да что ж творят-то демоны? Как гопники напали! Что, по одному слабо, что ли? Ребята, они, походу, мне мстят за то, что я убили... За то, что я убили... За то, что я убил короля кровососов! На территории ростка! Да стой, ты, падла! Ну, зараза, как же затрахали-то меня уже! Куплю бензопиву на вас! Ёб твою мать! Какой-то жесткий попался! Патроны кончились! Да быть того не может! Да погоди ты! Что происходит? Сейчас меня просто вынесет, на самом деле! Какой-то жесткий парень! Я его прям боюсь уже, честно говоря! Алло! Ну и куда ты скрылся? Ёб твою мать! Янтарская установка Кайманова в действии, что ли? Это она? Добыть того не может забрать щупальцы! Сахарач их любит! Абахрдыш! Оу! Ничего себе здесь ангарчик построили! Специально для потрясающе красивого нереального мозга! А вот там очень важный компьютер с данными, а может даже два! А вот тут какой-то... Оу-оу-оу-оу! Оу-оу-оу! Что происходит-то, блядь! Нихера пропустил вспышку! Как будто я не знаю, вышел на римчис только что против Тайрона Вудли... Эээ... Вудли! Который чемпион в среднем весе UFC, у которого руки, блядь, просто так, скорострелы! Пиздец! Пять выстрелов в ухо мне только что настучали! Воу! Братан, отходи, слышишь? Наслишь что-нибудь против... Эээ... Против психозы? Блокирует... Эээ... Во-во-во! Нервная срань! Да, она! Давайте ждем ее! Ничего себе! Я так понимаю, сюда проникнуть просто так нельзя будет, то есть... Эээ... Это надо было сделать потом... Ёптвою мать! Эээ... Скорее всего, под присмотром, собственно говоря, Сахарыча и прототипов... Эээ... Которые защищают наш мозг от непонятных... Вот таких вот нападков... Бляха, ну ладно... Я сюда еще вернусь... Это точно! Это прям 100% вы меня заинтересовали! Так, что здесь есть интересненько? Надо сейчас осмотреться, а то вдруг что-нибудь забуду... Ну пушку-то я нашел... Воу-воу! Че? Да откуда кипиш-то? Ох ты ж, блядь! Нихера себе! Че происходит? А в смысле патроны кончились? Как жить-то теперь? Братан! Не надо! Я и так плыву! Да погоди ты! Да сука, у тебя все лицо черное! Ёб твою мать! Так, здесь сейчас срезаем... Че, есть что-нибудь? Просто валим отсюда, короче... Трухаем ножками... Слушайте, а может реально я здесь могу как-то выйти через этих... Через военных, так чтобы меня не трогали? Я... Было бы вообще неплохо... Я вроде с военными... Это... Нет, они во вражье... Где там мои отношения? Подождите, отношения... Военные, 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 военные... Нейтрально! Минус 100 в своей репутации! Я там одного убил случайно, так сказать, переехал на машине! Это херня, это не считается! Это просто не считается! Так! Ёб... Вот это меня сейчас, ребята, распидорасило! Это я просто в шоке! Надо и попить, и поесть! Воу-воу-воу! Ну мы сейчас еще, походу, вернемся, но четко позже! Патроны просто кончились! Просто остались всякие бронебашки, и... Осталась у нас, собственно говоря... Наша винтовка! Надо бы пойти с тех зомбарей собрать, наверное... Опа! Есть здесь выход! Блин, мне просто сейчас надо сходить реально к отцу Диадора! Я очень близок сейчас к нему, чтобы потом в два раза не плутать! Это было бы сверхважно для меня сейчас! Блин, винтовка, кстати, неплохая! Даже есть крепление оптики, все дела! Но, блин, я пообещал парню, поэтому надо как бы сейчас дело провернуть! Так, мы почти выходим к какому-то нейтралу! Кстати, здесь какой-то находится парень, но... Крайне странно! Да кто? Кто? Кто там орет? Опа! Ребята! Мне как бы надо просто пройти чуть-чуть дальше! Бля, без обид! Даже не буду вас собирать! Вот тут вроде бы... О-о-о! Оно-оно-оно! Да-да-да-да-да! Так, а вот лестничка! Все правильно! Так, ну я слышу военных! Слушайте, я сейчас буду просто верить в то, что нас не тронут! Я не знаю, типа, насколько это адекватно, в это верить! Но... Давайте просто сейчас уберем оружие! Да, уберем оружие! Да тихо ты! Ёб твою мать! Да что ж так? О-о-о! Вот это я хорошо ударился! Погоди, погоди, погоди! Нормально, птичку прими! Это было больно! Кстати, я почему-то нейтральный парень пропал сразу с картой, мне это не нравится! Мне это вообще не нравится просто! Потому что где-то военные были нейтральные, сейчас стали ко мне врагами, потому что я попал на охраняемый объект! Блядь, да какого сранского хера здесь происходит-то? Ты не можешь шагнуть на метр вперед, дружище! Просто притяни свою маленькую кортявую, кортавую ногу, блядь! Ну ёб твою! О-о-о! Какого хр... Инвалид! О, молодец! Так... О-о-о! Они влечи нормальные в этой тёлбаной зоне нет ни хрена! Ребята! Ребята! Ничего не происходит! Просто топим, а я перегружен! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ребята, ребята, сидим, обсуждаем! Да-да-да-да-да-да-да! Да, Россия победила, собственно говоря, Саудовскую Аравию, она победила Иран, вообще красавцы! Дзюба-дзюбинью, там просто уровень Диего Арманды Марадонны! Да-да-да-да-да, ребят, всё хорошо! А я можно сейчас просто отсюда вас вальду как-нибудь красиво, так, чтобы меня не трогали? В какую сторону выход? Можно я с вышки, блядь, просто сойду и всё будет максимально ха... А там второй ряд... Так... Это что такое, блядь, летающий солнечный купол? Так, слушайте, ну вроде бы выбрались Сейчас, если всё вообще-то дело проканает... Это что за ребята? О, это друзья-долговцы! Больш... Что здесь происходит на этом янтаре? Ещё понять нет, мне в другую сторону! Ещё понять не могу! Здесь, походу, лагерь, где обитают долгари, причём рядом с... Ну, они с военными, в принципе, в друзьях, но не то, что в друзьях, так сказать, проблем не имеют... Как же всё странно, бляха-муха, если честно... Так, собака, только не трожь, у меня патронов вообще просто нуляк... Он, кстати, будет искать патроны... Конкретно... Это конкретная проблема, кстати, а внутри ствола нету здесь? Нет, нихера... Кстати, сейчас надо будет за одну ещё проверить этот... Открылся ли здесь проход... Если это второй проход туда, в зал мозга, то без шансов, я так понимаю, сейчас нужен пси-шлем, но нам сейчас пока не до него... Надо сейчас этот, ПДА починить... Я так понимаю, в нём слишком много информации... У нас ещё, кстати, есть проект компьютера, вот, Mad Dog, бешеный пёс... Но мы пока даже и не близки к тому, чтобы найти базу наёмников, типа, и где у них, так сказать, их компьютер... Честно говоря, я просто не знаю... То есть мы были до этого на базе, но там не было компов работающих, был только один поломанный и... Здесь вот я случайно зашёл к Сахарычу, нашёл, так сказать, себе какую-то улучшалку, но... Там до сих пор собаки ходят по деревне... Блин, патроны, конечно, но это реально... это реально жёстко... А здесь дверь закрывается? Нет... Ну, в принципе, у него два охранника, он, наверное, поэтому не бздит... У меня, кстати, как раз таких комплектов, теперь два инструмента, можно даже одну не впадло отдать... Эээ... Да, нашёл... Отлично, теперь нужно для грубой и для калибровки... Эээ... ДЕЛАЕТ! Да ты ж моя умничка! Оооо, понеслась! Так... Прочность костюма... Нет, прочность нам нужна, а вот... Удароустойчивость и разрывоустойчивость... Давай! Так, электро или термо... Эээ... Слушайте, а что лучше будет? Ну, наверное, рад защиты мне, в принципе, нет смысла делать... Потому что у меня дохера артефактов медуза, они и так поглощают... Тут у нас чё? Тут у нас радиация плюс электро, поэтому, честно говоря, здесь качаем... Ээээ... Здесь качаем электро, а здесь качаем термо, да? Вот так вот сделаем, всё... Так, переносимый вес 10 килограмм, отлично! Псидезащита, отлично! Псидезащита, отлично! Йоу! Он ещё и стволы может прокачать теперь! Минус вес! Ооох, щас мы просто... Всё! Деньги полетели! Просто я не знаю, что делать, ребята! Надёжность! Да он и так не ломается нихера! Вот по поводу попаданий... Блин, ну я сейчас вкачаю очень сильно калаш на точность... У меня тогда, типа, зачем мне тогда будут нужны эти... Нет, мне сейчас надо уменьшить отдачу нужно, да, не на стильность... Попадать в точности я, наверное, буду со снопы... Хотя вот нам тут предлагают уже чуть ли не третий ряд прокачек... Ну я, короче, вкачал всё, что мог, бабла осталось не так много... Но я сейчас, скорее всего, кому-то продам вот этот костюм... Да? Блин, тут тоже были прокачки неплохие... И шлем продам, раз оно теперь всё не нужно... Кстати, молотилка, можно ёмкость увеличить неплохо... Ремонт забабахать... Кстати, копейки стоят ремонт у него просто, умничка! Сменить калибр я не буду, а костюм чинить этот... Наверное, починим, чтобы продать его... Получше, повыгоднее шлем, хорошо... Здесь всё прокачивать, но эту штуку ты не прокачиваешь... Ох, я тебя люблю, отец Зиадор, просто... Ну цепляй теперь на меня эту штуку... Нормально, по-моему, даже больше, чем этот переносит... Да, на 5 килограмм теперь даже больше он таращит... Слушайте, просто посмотрите разницу в статах... А вес всего на полкило больше... Ну вот это просто разница в качестве... Перегруз сейчас идёт, потому что я скину винтовку, которая 5300 весит... Скину вот этот костюм, который весит 8 килограмм... И шлем 3 килограмм... Ёоп! Я вообще решил все проблемы с весом, с этим костюмом... Это идеально... Так... Прицепить к винтовке... Я чувствую, что я теперь с калашом буду ходить просто до усерачки... Патроны ходовые... Прокачаны просто до максимума... Так, а нет, кстати, здесь у тебя этих... О! Вот, вот, да... Да, оно... Что, патроны кончились? Сейчас надо будет где-то соскребать все патрончики... Нет, такие мне не нужны... Дожились, ёп! Собираем патроны просто зомбарей уже, представляете? Уже просто по сусекам скребём, потому что вот... Вот настолько хреново нам стало... В плане патронажа... Отлично, оно... Просто оно... Так, что я хотел, ребята? Что я хотел? А, ну теперь всё, бежим, что обратно? Что тут хотеть-то? Просто валим сейчас обратно... Сдаём винтовку... Сдаём, так сказать, костюм... Прокачиваемся... И просто хлопаем в ладоши... И орём от радости... Потому что это... Это пиздец... Если честно, мы ещё докачаем что-то круглик... Я... Просто в уста его сладкий рассылую... Прям с языком... Прям... Мммм... Костюм теперь просто пушка! Пиздесят три тысячи пятьдесят рублей! Это... Это... Это мощно! Это даже звучит мощно! И будет мощней ещё звучать на самом-то деле... Это, конечно, мы... Попёрли просто, как танки в гору! Оляха, еле дополз, на самом деле... Блин, так, где мы эти артефакты... Надо сейчас подснять... А... Нет, где этот второй, который лишний? Просто капец, радиациях... Я подумал, по-самому не хочу... Иначе я просто не дополз... Тружище! Забираю свою винтовку, странно... Она слишком дохера... Весь и слышишь... А... Да, 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 да... Не плачь! Вот она! Там есть так же просто тварями... Я не советую тебя спускаться... На самом деле, я там всех убил, поэтому... Теперь может дойти... Вот там есть один очень странный мозг... Который можете разнести, так сказать, в труху... Большое спасибо стало, когда возьмет костюм... В знак моей благодарности... А... Комбез туриста... Вау! Да ладно! Это чё, тот самый, что ли? А ну погоди! Легендарный комбез туриста! Статы, конечно, это просто рад защиты! А 4 здесь 48! Дааааааааааааа... Он еще и копейки стоит! Ну он вроде бы переносимый вес! Ну-ка! 71 килограмм, ребята! Без прокачек! Да... Это, конечно... Легендарный комбез туриста! С дополнительными бакарманами! Дааааа! Дааааа! Слушай, а ты костюмы покупаешь... Я этом костюме не берет... Сейчас чисто надежда на этого... На Сахарыча! По 278 рублей покупает щупальца Кровососа Надеюсь кто-то у меня эти костюмы купит Потому что, ну я не знаю Просто так их выкидывать мне что-то впадло Особенно этот вот долговский Я в него вложил бабла просто от души И сейчас вот так вот скинуть его Плюс мне нужно сейчас забывать деньги На прокачку моей ССП Которую я верю, что можно прокачать Потому что если нет То все как-то не очень на самом-то деле Найти экспериментальный костюм экологов А, он кстати находится же в той степи Я так и не перерывал тут дверь Но мне кажется что, типа он делался для того Чтобы защищать Тихо, 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 че началось-то? Че началось-то? Больные что ли, я ж свой? Или вы так на зомбари реагируете? В зомбаре здесь реально много, это базара нет А собственно фишка-то в чем? Там этот же мозг И скорее всего костюмы используют для того Чтобы можно было с этим мозгом работать А так подозревают эти белые костюмы Так сказать, это что-то такое уникальное Я бы себе их оставил Но у них там вроде как не очень защита От боевых действий, поэтому Так, по поводу электропроводки Вот она, да Так, супер, хорошо Следующее, что нужно сделать Это новые микросхемы Я знаю, где мы их можем достать Я выходил на связь с доктором И они у него есть И да, он говорил, что хочет поглубиться Он будет ждать вас на своем доме на больших болотах Это же гораздо лучше Гравий 2600 Броня оттуда Неплохой, блин, артефакт На самом-то деле Блин, можно было бы их поскрещивать Понахерачить прям какую-нибудь лютую херобор Которая бы мне очень сильно помогала Но на данный момент они, блин, все ничего не стоят Они просто у меня мертвым грузом весят Может реально их продать? Батарейки всякие Они же, блин Ну хотя пока проблем с перегрузом у нас нету И на данный момент у нас, конечно, есть проблемы с перегрузом Но это связано с тем, что Так, кстати, вот это надо накупить Наверное, побольше себе вот этих вот вещей Для термолотилки буду работать очень часто Вот так вот это дело провернем Я вам продал, я себя закупил Даже немножко в плюс вышел А, ну практически, так сказать, в ноль я вышел на самом-то деле Ничего не заимел, ничего не... Блин, ну вот это, конечно Просто что это за 400 рублей? Ну это капец какой-то Я не знаю, я не готов продавать костюм Типа, я не знаю У меня просыпается внутренний еврей Говорит, что типа нихера О, молодец, не украл Так, давай посмотрим Оооо, так Да он может типа бахнуть либо здесь Пси-защиту, еще одну Вообще пси-купол Просто ультра-дикий пси-купол А что у нас по психе? И так 42 Куда ж еще плюс 30%? От 42-х 30% Это... Это где-то еще Получается Десятка плюс-минус Наверное, кинется Блин, я не знаю На самом деле Мне кажется И вот эта Пси-защита мне будет давать Так сказать Жесткую защиту Да, то есть Или я ошибаюсь Здесь просто Встановление сил плюс 6 Я вот реально Образование ионов из молекул Воздуха позволяет создавать Так называемый Ионный ветер Просто в легкие Будет вдыхать Ребята вам Допинг, так сказать Напрямую И здесь система Жизнеобеспечения Вот она Которую я Собственно Получил У этого Ну вот эти прокачки Я так понимаю Они не по инструментам Делаются Да Вот, не делаются Это их нужно находить Вот во всяких Флешках бандитов И прочих вот Компьютерах Вот это я нашел По-моему Где-то Вот это Ионный ветер Нашел где-то У наемников Во флешке А это я нашел Только что У Сахарыча Блин Надо на самом деле Хабкачивать Типа Не факт Что мы найдем Вот эту всю херню Псекупол И так далее То есть Это все Настолько сложные вещи Да, то есть Высокотехнологичные Псидещиты Изобретенные Неким членом По фамилии Сахаров Так это От Сахарыча В смысле А Че за прикол Не, ну я сейчас Конечно прокачаю На самом деле Да, то есть Восстановление сил Сил себе Пока можно Давайте сделаем А почему Мне не Это как-то обидно Стоп Может у тебя здесь Можно ее скачать А ну погоди Так Погоди 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 А нет Не работает Блин Просто странно Я на Сахарыча работаю Он не хочет мне типа помочь Типа не хочет дать мне информацию В относительно Своей же прокачки Блин Сахарыч Это как-то странно Если честно говоря Блин Но мы У нас теперь костюм Просто Это Это просто Что-то жесткое Так Я сейчас наверное Это дело Сюда заберу И скину куда-нибудь Не знаю В место Где люди не ходят Что-то я Опасаюсь Хотя Блин Сейчас надо по-хорошему Тайник заложить Блин Я даже с таким Перегрузом Сейчас неплохо бегаю Потому что Костюм просто Просто таращит нас Блин Но продавать Такие копейки Надо сейчас Ребята Что-то подумать Ну что ж Ребята Вот они Собственно говоря Большие болота Или же болота Там что-то Кстати уже штопает Так Вертуш Не знаю Сообщил ли Нихера Не сообщил Сахарыч От бандитов Они защищают сектор Я не понимаю Что-то реально А там реально бандиты А это бегут А это бегут Мутанты Блёх Она отличит А собственно Меня от полтергейста Мне кажется Можно Вам должны были Позвонить Что-то какое-то Небо хмурое Здесь Нихера Просто Просто работает Ребята С крупнокалиберного Пулемета Слушай Я могу просто Убежать от тебя Вот просто Убежать Просто у меня Выностое сейчас На уровне Какой-то невозможном Так Надо разобраться Куда бежать Бежать просто Пиздец Как далеко Тихо-тихо-тихо-тихо Он кто меня видит Кто не видит Это не он там В смысле Они по мне работают Что-ли Напрямую То есть Ты сейчас меня ищешь Что началось-то Сахарыч Не позвонил Что-ли Опять утрал Так Ладно Что у нас здесь За домик Такой закрытый Что у нас здесь Такого интересного Походу ничего Берется наверное Сейчас бежать камышами Получается Нас палят Рация у Сахарыча Не сработала Либо Сахаров Немножечко нас обманул Так Здесь у нас много ящиков Я сейчас даже снял Артефакт на Переносил вес Потому что Потому что У нас вес и так В принципе В порядке Так сказать Сейчас конечно Будет разобраться Вернее Потому что мы сейчас подняли Теперь у нас Перегруз небольшой Но это все Это все мелочь Это сейчас все скинется И все будет классно Теперь стоит все На выносливость Кстати по пути нашел Еще аккумулятор Какой-то аккумулятор Блять Да То есть Тоже на выносливость У нас в принципе Выносливость сейчас Не кончается Я могу бежать И все Если бы я конечно мог Просто по пути бежать Эй Это не он там Да в смысле У меня сука Сразу палит что ли Как ты это делаешь Зараза У тебя тепловизоры стоят Что ли Он в таком шансе Да где же он Если у меня стоит тепловизор То у меня ребят Нет ни шанса Просто против него Давай давай Выныривай Блин Прям играет со мной Типа я не знаю Он прям именно по мне Работает То есть не по кому-то Там еще на локации А он походу Разнес уже всех Мутанты Теперь добрался до меня Это не знаю Неприятно что ли Ладно будем передвигаться Аккуратненько домиками Не хотелось бы попасть Под залп из Крупнокалиберного пулемета Советского С огромными Просто патрончиками Нет Ничего ты не видишь братан Кстати фонарик надо потушить Тихо Оооо Здесь ПНВ Эхо третьего поколения Просто идеальная Ооо Теперь можно входить Вообще в любые дали У нас по пути Какие-то объекты Есть куда-нибудь Можно скрыться Есть На деревне Берем его Тихо-тихо-тихо-тихо Вот-вот-вот-вот-вот Небольшая хибитка Быстрее в нее Сейчас же стрельнет Зараза Я уже чувствую Ребята за своей спиной Аккуратно Оп Отлично Цель потеряно Давай-давай-давай-давай-давай-давай Подлюка Мне кажется Подствольник Я бы Я бы просто Отработал его Еще с ним Сюсюка С этим Вертолетом Нихрена себе Он Он прям Садится Чтоб найти меня Прям Летает Вдоль Собственно Земли Нихера Там профессионалы Сидят Собственно За рулем Ребята Так могут Делать Очень Немногие Люди Чтобы Вот так Лопастями Работать Выносливость Просто не Отбавляется Как будто Я не знаю Как будто Я на постоянке Что-то Подпитываю Себя Что-то Жесткое Нырнул В камеши Да-да Нырнул В камеши В камеши Камеши Жиши Пиши Через И Слушай Братан Ну да давай Там как-нибудь Крутись Вертись А я наверное Пойду Своей дорогой Все нормально Да Оторвались Просто Просто Оторвались Ребята Дурачок Где-то там Нас короче Ищет А мы давно Уже Так сказать Ооо Грузовые вертушки Здесь очень много Мутантов Я в принципе Не против того Чтобы здесь Отработали военные Здесь походу Это нужно Потому что Много тварей Прям просто Это видно И стрельные Нужно немножко Почистить территорию Но Блин Отличить От человека Причем Тебе должны Репарации Передать Что типа Ну как бы Это наш человек Блях Помогал военным Там он работал На доктора Работал Собственно На ученых О чем речь Ребята Это сильно бьет По морали И доверию Прям очень сильно Какие-то камушки Валяются Грузовой Ми Это конечно Красиво Но Опа Опа Вот она Зараза Самая гадкая Зараза Всех зараз Ну давай Ааа Ты падла Поумнела Глян На металл Не реагирует Вот же Блин Эта тварь Конечно Схлопывается То все Никакой ССП Даже самый Защитный Среди всех Защитных Не спасет Просто Просто Если это херь Захлопну То и все Финита Ля комедия Габелла Иналь Капут Амба Жопа Полный комплект Так Мы почти добрались До доктора Он кстати Здесь почему-то Является Техник А здесь еще Какой-то техник Есть Что Что там Кстати по деньгам А у нас денег А у нас денег 2000 рублей Сейчас в случае чего Блин Мы еще не прокачаемся Я костюмы Оставил там В бункере этого Сахарыча Вот же Блин Блинский Здесь нейтралы Собственно А здесь Так Распределитель О Собачка Его Так А здесь у нас Сто Слушайте Обитает Обычные Ребята Это что Местные охранники Доктора Правда Что за бригада Такая Стругин Какой-то Стругин Оп Тайничок Понятно Без ничего Внутри Так Здесь два Просто О Хорошие Ребята Хорошие Хорошие Видно Что Правильной Ориентации Тут Как говорится Не прикопаешься Я смотрю на бутылке Крышу Срывает От жадности Ты ему Просить Скину Тебе Прожопу Лодки Есть Мастерят Привет Не кусай Меня Пожалуйста Ты Тихо В смысле Пожалуйста Не трогай Меня Все 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 Нахера Себе Ёптвою Мать Какой же Костюм Просто Охуенный Вот Это Цац Правда Хер По Не пришел К тебе Стрелок Ли Стрелок Потому Что Закрыто Слава Богу Туши Кажется Патруль Подоспел Лоб Было бы Лучше Если бы Вызвали Пораньше Как Ты Себя Чувствуешь Стрелок Память Возвращается Я Беспокоюсь О тебе После Всего Что Произошло Я Не представляю Тихо Ты Слышишь Что Я Ничего Не слышу Нихера Себе Это Это Мощей Должна Была Быть Тварь Чтоб Пробить Меня Сквозь Этот Костюм Тут Пси Защита Просто Как В аду Вот Это Нас Ломает Воу Тварь Я здесь видел очень много патронов Нужных мне сейчас Да, спасибо, доктор Прости меня То, что забираю у тебя это Ракетки для RPG Я вообще наше сути заберу Я все это продам на самом деле Потому что я жадный пиздюк Поэтому Блин, самое главное Что у меня нет патронов На вот эту вот СР-ку мою Блин, нигде их просто нет Это меня очень сильно бесит Нету этих патронов Потрясающих на эту винтовочку Она, блин, реально классная Так Доктор, у меня просто Херва гора вопросов Потому что я не знаю, что это было Только сейчас, секунду Я сначала разберусь С этой С торговлей Секундочку, дружище Сейчас я поторгую С местными пацанами твоими Которые здесь охраняют Потому что мне некоторые патроны Просто не нужны По факту Бутылка водки валяется Так, братан Тебе нужны патроны? Да, забирай Залибу цены на самом деле А у него 300 рублей всего Ёлки-палки Что за бомжи с тобой тут живут? 350 рублей Ой, бляхо Небо, что ли, палочек? Да-да-да-да-да Бомжи вы Вот кто вы такие 500 О, ну это местные Олигарх Ребята О, о, олигарх Прям Да Ты прям слышишь Это прям Баблана собиралась Слушай, наверное Больше всех Да По нас усекам Там наскреб Одна такая пачка Стоит, блин Как твоя годовая зарплата Так, кореш Погоди, не играй Погоди, не играй на гитаре Так, соберет эти патрончики Все равно перегруз есть Откуда он, откуда он, откуда он Аааа Два кило весит ракета Эту ракетку, слушайте, некому Она, блин, два килограмма весит Просто охереть какой-то Все равно перегруз теперь есть небольшой У меня, конечно, есть геркулес, если что Но Хотя мы бегаем на самом деле неплохо Так Друг Давай разбираться Тихо Апгрейд Нет, ничего нового Он здесь тоже, собственно, не сделает Потому что все эти прокачки Нужны по дополнительной информации Я правильно, в принципе, разобрался В этой ситуации То есть Это все, что делается дальше Это все А, у меня, кстати Бляха Ну, какой хер ПБшка это Думаю, откуда перевес Вот он, здравствуйте, перевес Так Боже, я думал, ты совсем потерял рассудок Пришлось уложить тебя в постель И дать побольше Мои травяные настойки В надежде, что ты поправишься Как проснешься Что случилось? Что ты видел во сне? Я видел, что это очень странное От этого лекарства У меня все в голове померемешалось Моя настойка может вызвать странные сны Не поддавайся им У меня есть и другие таблетки Так что заходи Если станет хуже Кстати, о том, почему ты здесь Дело в том КПК Что же вы теперь делаете, доктор? Я все время поддерживал контакт С нашей группой Так что знаю, где их найти Свяжусь с Клуком И постараюсь узнать Здесь скрывается проводник Это хороший шанс Вновь отыскать призрака Скверные дела Вертятся вокруг этого кристалла Редкая вещь Его кристаллики используют Для починки ПДА И другого тонкого оборудования Вот такой артефакт Выкрали у сталкеров Призрак был там Но его ранили Группа наемников Заварила эту кашу Как насчет того Чтобы это отправился В свое старое укрытие Я поговорил с призраком Может он хотя бы просветит? Укрытие? Я даже не помню его Чертова промывка мозгов Думаю, тебе понадобится время Пока память остановится Мы обсудим все позже Не беспокойся Я отмечу тебе позицию призрака Да, вот платы Которые нужны Сахарову Так Получили мы текстолит Привет, призрак Я сейчас в подвале Возле заброшенной деревни Пытаюсь добраться туда живым Спасибо Нормально пойти Собственно к призраку Сходить сейчас Я в принципе не против Так, перевес Перевес, перевес 3000 рублей Мне бы на самом деле Денько как-нибудь наварить Потихонечку Потому что бабла теперь вообще нету Все равно перегруз Откуда он берется? Откуда берется этот странный перегруз? Непонятно Патроны прям Весят прям до хера Без артефактов я понабрал Надо все-таки С ними расставаться Знаете, по полке лок Я, наверное, много забирать себе не буду Мне всего остального и так хватает Вот, кстати, антирадик Я бы, наверное, один взял У меня их крайне мало Четыре штучки Но на случай форс-мажора Надо всегда себе иметь Так сказать, про запас Все остальное у меня и так Есть А что у нас по энергетикам? Пять штук, кстати, всего осталось Блин, откуда перегруз берется? Хер его знает Его не было А тут он взялся Я ничего прям такого А-а-а-а Тю, я же снял Ох, елки-палки Убери эту гадость Верни вот эту гадость Все, проблема с перегрузом решена Нахер раз навсегда Я же снял артефакт Который давал мне, собственно Мою мощь физическую Потому что мы сможем вернуть эту ракетку Потом какую-нибудь продадим Патроны тоже Все Я переживал, бля, хомуха Так, попей водички Раз хочешь пить Или мы есть хотим Мы и пить и хотим И есть хотим Все хотим Слушай, ну все, дружище Давай, бывай У тебя здесь, в принципе, хорошая охрана В принципе, если ты этим ребятам доверяешь Что они тебя не должны убить А нам сейчас нужно выдвигаться Так, встретиться с призраком А куда нам идти-то? Армейские склады Так И как же в них попасться, бля, хомуха? Вот он, переход в мертвый город Вот переход в Припять С мертвого города у нас, собственно Есть переход на армейку Да, причем как раз Тихо туда, куда нужно нам выйти Это вроде бы деревня кровососов Аааа, все, вспомнил Да, 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 да Там был один, так сказать Очень уютный подвальчик Который вроде как нарекался Уютный подвальчик Который нарекался, так сказать Местом встречи Клука и призрака Дед совсем больной, на самом деле Отбитый нагло, бля Просто пердун Заминировал свою деревню Это Это без слов Так, слушайте Ну А мы вообще, где вышли-то? Эмм Вроде бы в нужном месте Здесь есть даже проводник И торговец местный А вот здесь, собственно Находится Призрак Я по пути, кстати В мертвом городе Я собирал нужную мне вещь Очень редкую И, кстати, реально Не факт, что всю Там ведь в группах наемников Собственно Были патроны От СР Теперь у нас есть 21 патрон Собственно Для СР Плюс там Вроде как 10 было уже внутри Стройно А нет Это все, что у нас есть В данный момент Ну, хотя бы так Слушайте, это неплохо Двадцатка есть Жить, короче, можно Братцы Все, кто меня слышит Помогите На шлагерном складах Подвергся нападению Бандитов Ни хрена себе Это кто? Воу-воу Что происходит-то? Что за кипиш? Это кто? Это кто? Это кто? Быстро лечись Ни хера Мне костюм помяли Вот уроды, блядь Он же стоит очень дорого Какого хрена здесь происходит? Это бандиты на паре, что ли? Где? Кто? Ебать Там ребята в экзух отходят Я тут вообще точно нужен для помощи? В натуре бандиты Лол, засада? Че? Что, больные, что ли, ребят? Вы как, вообще нормально? Все в порядке? Все хорошо? Вы вообще видели, как бы, на кого он нападает? Ебать ты дерзкий Это че за кенты? Вы откуда? Вы кто? Кто вообще такие? Охренеть просто можно Бляха, костюмчик подломили Уроды Вы посмотрите на базу На которую вы напали Пабло Даллас Ветераны Этот, блядь, тип Просто людей пальчиками кладет И даже не парится Кстати, патроны у него недорого стоят Бронебойные Куплю себе И подствольников два штуки было Да ты ж мой любимый парень-то, а? Бабки потратили Сейчас неплохо На кого они вообще хотели напасть? Какая, какая засада Что вы несете, бандиты? Твою мать, наркоманы Так, калаш разрядить Потихонечку патроны, кстати, у нас появляются Но так, совсем малость на самом деле У нас теперь, правда, очень много дробей Наверное, у нас сейчас поработали, будет, молотилки А здесь, я так понимаю Какая-то база торговца местного, слушайте Интересно Какого хера он здесь вообще обосновался? Здесь же есть торговец на базе чистого неба Свобода Их там вроде как все хорошо А нахера здесь торговец? Странно все это Гля, прям импровизированный бар здесь Опа Знакомые лица Здравствуйте Угрюмы Здорово, сталкеры Что продаешь? Ничего, особенно аптечки, дебенты Я не продаю оружие, не боеприпасы Понятно Ух ты ж, комбинезон Заря-4 Вот это ценник 76 тысяч, но по данным Не особо сильный Народные убилицы, комбинезон, сталкеры Тяжелый вариант знаменитого А, ну это просто тяжелый вариант знаменитый, собственно говоря Зари-3 То есть дешевка Это для начинающих сталкеров Вот эта штука очень нужная была мне до этого Белая луна Собственно говоря, ПНВ-шка Но теперь она просто не нужна Потому что сюда встроено просто третье поколение Все, что хочешь тебе покажет Патроны есть, за копейки продают Просто я закупаю все, что... А, у меня бабла не хватает Блин, за такие копейки ртфакт хочешь купить? Это даже как-то не знаю Это с какой-то стороны даже неправильно, дружище Он гораздо дороже стоит на самом-то деле И мне кажется, сейчас губу себе конкретно закатал Прям конкретно, братан Я, наверное, столько брать не буду У меня, кажется, уже есть патроны, поэтому Тут сколько там выходит Вот так хватает? Нет, вот так хватает Все, у нас 165 рублей Давно я в такой жопе-то денежной не был Слушайте Я, конечно, по пути там нашел Еще одну ночную звезду там и так далее Сейчас буду еще связать часть сил мутантов Потому что оказалось, что они очень дорого стоят у Сахарыча Просто неприлично дорого Пока стрель за щупальца от кровосоплей Это... Короче, бабла можно поднять целую гору, поэтому... Короче, проблема с деньгами мы решим Но со следующего захода на территорию янтаря Так, ладно У нас там вроде как ждет призрак Я пока что просто офигеваю от этого костюма Он очень хорош Единственное, мне теперь жалко каждый удар по нему Потому что быстро и дорого ремонт Это раз И второе Теперь, так сказать, наоборот Я химозу всю эту херню вообще не чувствую Но я начал ощущать удар от этих... От мутантов До этого я их вообще не ощущал То есть меня били, грызли Нихера не было Просто, просто нихера Потому что прокусить долговский костюм было, блядь, невозможно Просто невозможно Этот же костюм теперь прокусывается Не то что критично, но прокусывается Правда, он без всякой сторонней херни Нас в бой возвращает Пустя, так сказать, минут 20 Опа Потому что идет система жизнеобеспечения Нихрена себе Это знаменитая LR-300 снайперская За которой гонялся генерал Воронин? Это что, шутка, что ли? Тайник, но пустой И я вот так вот ее нашел Опа Вот это хорошо! Слышите, интересно, разбьюсь или нет? Больно, конечно Но... Стойте! Одна из них умирала Лава на амалии Да, просто система нас спасается Я не знаю как Чудо-система Ебать! Слышишь, загружай там вообще все, что есть Сейчас, походу, рубил его будет Пиздец, понеслась Ух! Ох! Не шутя! Дурные твари Лезут сами в аномалию И погибают А молотилка, так сказать, проблемы вообще на ура решает Мне щупалец-то плохо Есть что-нибудь где-нибудь, клыки? Он должен хотя бы один клык быть Мне кажется, Сахарыч просто Они там еще и садрить Они родили, они спарились И родили мне артефакт пламя Ну хотя бы Сука! Как мне сдухло Ты жива или... Ёпта, я понять не могу Охереть просто можно Мыши Мыши, аномалии Что происходит? Какая-то огромная гипертрофированная химера Которая дала нам лапу Которая будет стоить просто огромное количество денег Просто если нам дали за сраные щупальцы касают То это, наверное, сейчас чистая пятера Плюс артефакт Нихера тут химер в этой деревушке Кто-то, конечно, клык нашел Место для встречи, так сказать Место встречи изменить нельзя Еще лапка! Спасибо! Фу! Ёлки-палки! Так! Система, лечи меня! Что-то плохо лечит на самом деле Вот она кровь убирает просто от души Заживление ран Мне пока не нужно Кстати, это один из самых дорогих артефактов Я не знаю почему Может, потому что фактор заживления рана Это такая какая-то очень важная вещь Так! Где находится Наш многоуважаемый друг? А, он находится где-то за пределами деревушка Я в деревушку сам вляпался Конечно, это, ребята, это тупо я Надо было на карту смотреть Блин, он докупил дохерапс дробей И что-то я уже зашел в эту деревушку И уже, так сказать, половину просрал Здесь все в ловушках Всяких тварях Вуп! Ничего так Коверка мне, конечно, это ничего-то такое прям сверхкрутое Но тоже деньги, которые нам сейчас нужны Потому что я столько профукал на костюм И теперь еще надо его как-то поддерживать Потому что такие вот удары Вот там, мне кажется, костюм немножечко Да, костюм подплыл просто Там уже, ребята, на тысячу, наверное, так, не знаю Пять мы влетели Это просто, конечно Знаете, теперь каждый удар Это просто это йог Это, знаете, это прям боль Это вот Как будто шел по гипермаркету У тебя упал телефон из кармана И просто на этот ебучий кафель И все, именно с экран Такая боль просто Такая боль Там парень не дождался Кого-то или чего-то Так, здесь нам сказали Какой-то знаменитый есть бункер, так сказать Я вообще не про это все думал Что-то я не совсем уверен, что я В нужном месте Я бы даже сказал Я что-то пока в растерянности Как туда попасть в принципе Подождите А где он находится-то, дружище? Поговорить с призраком А он в каком-то подземелье Но я не знаю Как туда попасть Возможно, в одном из домов Есть проход Собственно, в подземные Какие-то катакомбы Хрен его знает У меня перегруз появился Блять, лапы эти все Весят по килограмму Плюс лрка 3, 3, 3 с копейкой весят Это, конечно, пиздецко Убьет Нужно жрать геркулеса На 3 килограмма Это тоже Некрасиво Опа Еще один артефакт В кустиках заныкали Так, родной А как же, как же, как же Вопрос просто на миллиард Как же тебе попасться, слышишь? Заныкался так заныкался, слушай Где-то должен быть вход Это просто это 100% Ну, сейчас поищем Мда Просто Гениальный вход Типа, он был под носом Но при этом не виден Не знаю Это сразу видно, что профи делали Это не артефакт? Нет Это не артефакт Так, ладненько Я уже выпил геркулеса Думал, сейчас пойду бегать А, ну вот, как оказалось Просто бетонный вход Опа Это наша нычка местная На армейках Ни хрена себе В натуре призрак! Вот это, ребята, да Вот это прям, да Слушайте Я предлагаю пока на этом это закончить Пообщаемся На самом интересном Так сказать Подходи, пообщаемся Сейчас вот мы пообщаемся Но расчетка попозже Сейчас, но попозже, ребята Оставлю интригу Потому что мы нашли Легендарного призрака Который нас зовет Просто орет и плачет А вот там у него находится Компьютер, в котором есть что-то Интересное и важное Поэтому Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Всем удачки Пока-пока Бать, легенда зоны В смысле ветеран? Как ты можешь быть ветеран? Ты легенда! Это все обман, ребята Это подставной призрак Это неправдиво Все, уходим Подходи, пообщаемся Все, сваливаем Закрыли, замуровали Все, пиздец Нам хана, нам хана Ребята У нас здесь нет Все, я в домике Субтитры сделал DimaTorzok